Всем привет! Я Ольга Кбяга. Очень много Оксана про меня сказала, что же это за женщина такая удивительная. На самом деле, никогда бы не подумала, когда я регистрировалась, я была в декрете. И, как многие пришли в декрете здесь, с ожиданием заработка у меня было 15 тысяч рублей. Ну, если заработаю 15 тысяч, то, ну, как бы, уже будет дорого. Начала работать я методом спама через одноклассники. Мне это очень нравилось, мне это на самом деле напоминало рыбалку. Потому что закидываешь уточку, сидишь, ждешь, там-там-там, позакидывал, сидишь, держит югер. Очень было увлекательное занятие, потому что для меня тогда это было, ну, глоток свежего воздуха. Моего ребенка на тот момент было два с половиной года, садик нам не давали. Я сидела в четырех стенах, день сурка, пеленки, распашонки, готовка, прогулки. Хотелось развить, а хотелось чего-то большего. Но поскольку садика не было, возможности выйти на нормальную работу не было. Как многие говорили, что, Оля, что ты куда-то идешь, возьми и найди себе нормальную работу. Ну, я попробовала, думаю, через интернет попробую, ничем не рискую, регистрация бесплатная, очень не бесплатная. Ну, если будет на доход, то будет хорошо. И когда через полгода моей старшей дочке дали уже садик, у меня на тот момент уже был доход около 20 тысяч рублей в месяц. Но я понимала, что это не предел, что здесь можно развиваться и развиваться. И, естественно, уже на работу по найму как-то дали садик, я не вышла. И, естественно, начала уже углубляться и уделять еще больше времени этому бизнесу. И начала открывать старшего директора, потом серебряного, потом золотого, рубинового. А на уровне старшего директора я родила второго ребенка. Получила конс материнства, как и многие мамы здесь. И все как-то вот так вот закрутилось, звертелось. Сейчас я с мамом не рекрутирую, я рекрутирую больше личным брендом и контекстным рекламой. Но личный бренд мне дал сам очень не сразу. Вот Оксана говорит, что там супер-сторис и там вообще все круто. Очень было сложно начинать. Я очень боялась выходить и в эфиры, и сторис вести. Недавно просматривала свою ленту и посмотрела, какие сторисы я снимала несколько лет назад. Это вообще ужас на самом деле. Но через вот эти вот ошибки, через какие-то попытки, нелепые шаги и идет развитие. Меня многие спрашивают, Оля, а как вот начать вести личный бренд? Я стесняюсь, я боюсь. У меня еще нету дохода. Я еще новичок, мне нечего показать. У меня нету доходов, у меня нету каких-то там статусов. Мне нечего показывать. Но мы думаем, как нечего. На самом деле у нас маркетинг-план один. Акции у нас одинаковые. Проект у нас классный. И все мы транслируем через свой личный бренд вот эти вот все возможности. И сетевой бизнес – это бизнес человеческих отношений. И человек идет на человека. И даже если вы новичок, и даже если у вас еще нету дохода и статуса, вы можете транслировать в этот мир преимущество компании, преимущество проекта через себя. Как я говорила, через свою внутрянку. Поэтому, потому что на вас, на вашу подачу придут люди, которые вам поверят. Израю, думаю, некоторые, что я не люблю личный бренд, потому что вот ко мне никто не пойдет. А вот пойдут к тому, у него статус, у него, он в статусе золотого, рубиного, он в статусе партнера, вот к ним пойдут. А ко мне никто не пойдет. Это неправда. Пойдут. Потому что, вот, допустим, ко мне зайдет человек, посмотрит на меня, я не понравлюсь как личность, как человек. У нас маркетинг один, компания одна. Но люди, которые несут в массу, да, транслируют через себя эти возможности, они все разные, мы все разные, и ваши люди придут именно на вас. Поэтому введите личный бренд, ничего, не бойтесь. И открывайте мир, несите свои целности, несите свои взгляды на этот мир. И люди придут именно к вам. Рейна, спасибо. У меня к тебе эти вопросы. И по бренду. Там у меня лично я тебе потом по-другому скажу. А ты вообще знаешь, что такое закрытый статус? Конечно. Это когда человек выходит на какую-нибудь рулю, и 8 колонок в течение года, кто-то удерживает соуставщик, получает реабилитационный бонус за своим статусом.